Всем привет! Наверняка у каждого из вас есть своя страничка в инстаграме или же в фейсбуке. Наверняка вы там сидите, активно подписываетесь на кого-то. И наверняка вы задаетесь вопросом, какой же контент размещать, чтобы привлекать больше подписчиков. Ведь прежде чем начать что-то бездумно постить, нужно изучить отдельно каждую соцсеть, понять как она работает и понять как можно наиболее лучше создавать там контент для того, чтобы пользователи обязательно на вас подписывались. Меня зовут Алена Полюхович и сегодня я дам несколько общих рекомендаций для каждой соцсети. Итак, в фейсбуке и вконтакте привлекают большее количество реферального трафика, чем другой социальный сайт и лучше всего подходит для новостей и развлечений. YouTube привлекает единомышленников, удерживает аудиторию, идеально подходит для узнаваемости бренда, а также он помогает переводить аудиторию на другие социальные сайты. Instagram, как вы сами знаете, идеально подходит для визуального контента, для хороших изображений, а также коротеньких видео. Также идеально подходит для узнаваемости бренда и для наращивания трафика. Одноклассники работает как Facebook, но очень плохо работает с B2B нишами. Twitter идеально подходит для тех, кто делится полезным контентом, но, к сожалению, он плохо развит в СНГ. LinkedIn предназначен для профессионалов, поэтому ваш контент должен это отображать. Он отлично подходит для того, чтобы вы делились какими-то новостями, связанных с вашей работой. Но не особо развит в странах СНГ, а в России и вовсе заблокирован. Pinterest – это высоковизуализированная соцсеть. Она идеально подходит для инфографики, но она также не особо сильно развита в наших странах СНГ. А теперь немного обучающих идей для Facebook, ВКонтакте и YouTube. Если вы занимаетесь тем, что вы консультируете, обучаете, преподаете, то это как раз ниша для вас. Обязательно делитесь своей мудростью с вашими подписчиками, для того, чтобы выработать фактор «Знай, люби и доверяй». Как только ваши подписчики поймут и признают вашу экспертность, вашего мнения в данной сфере, они захотят инвестировать в вас гораздо больше. Делитесь образовательным контентом, который подогревает интерес к вашим товарам или услугам у потенциальных покупателей. И вот некоторые идеи. Это ссылки на какие-либо умные идеи вашего блога или же просто стороннего блога. Всякие хитрости, уловки. Не бойтесь, опубликуйте бесплатные ресурсы. Также проводите прямые трансляции с обучения. Отвечайте на тематические вопросы, проводите тематические исследования. Следующий наш пункт – это разговорные идеи для YouTube, Instagram и так далее. Независимо от того, каким является ваше сообщество, помните, что все наши подписчики, они любят, чтобы с ними разговаривали. Они любят не просто слушать, но и чтобы их слышали. Поэтому обязательно провоцируйте на дискуссии, вопросы и комментарии их. Обязательно спрашивайте их, что они думают по тому или иному поводу. Что они могут предложить, нравится им что-то или не нравится. Пусть они высказывают свое мнение. То же самое работает и с образовательным контентом. Вы, например, всегда можете спросить, а что они думают по этому поводу, а какие бы они советы еще бы добавили, а согласны ли они с вашим мнением или же нет. Следующий пункт – это связное общение, будь то YouTube, Instagram или ВКонтакте. Вы должны тратить время на взаимодействие со своей аудиторией. Вы должны дать им почувствовать, насколько они для вас важны и насколько вы их выделяете среди других. Допустим, вы можете продемонстрировать какой-либо новый продукт первыми только для своих подписчиков. Рассказывать какие-то моменты своей личной жизни, приоткрывать к ним завесу и так далее. И это, поверьте, очень сильно работает и увеличивает охват. Четвертый пункт – это совместная реклама с лидерами мнений в вашей отрасли. Проще всего это сделать в Твиттере, ведь вы можете там просто тегнуть кого угодно, а ваши подписчики увидят вашу беседу. Просто начните беседу с лидерами мнений на вашу тему, которая связана с вашими продуктами или услугами. Завяжите разговор, что они думают об этом. Используйте гифки, мемы и эмоджи, ведь куда же без них мы в интернете. И не думайте о том, что мемы – это всего лишь для детей или подростков. Наоборот, этим вы подчеркнете индивидуальность своей компании. Естественно, стоит тщательно подходить к подбору данных гифок и мемов, чтобы они были уместны и как-то взаимодействовали непосредственно с вашей компанией, с вашими товарами или услугами. Прорисовывайте свои мемы, например, прописывайте на них свой текст, ну и так далее. Не забывайте о развлекательном контенте. Пробуйте всего понемногу, чтобы понять, что именно работает конкретно для вас и для ваших подписчиков. Организовывайте всякие конкурсы, пишите интересные посты из жизни, делайте какие-нибудь веселые посты, мемчики, какие-нибудь факапы, ну и так далее. Не забывайте все это делать, чередовать с вдохновляющими постами. Вдохновляющие посты популярны среди определенного населения. Однако не забывайте, что вдохновляющие посты это не просто какая-то цитата на картинке, на изображении. Это куда больше. Это всякие различные интересные истории, с которыми сталкивались всякие известные люди успешные, возможно, даже и вы, на пути к своему успеху. Мотивационные посты, речи, цитаты и так далее. Обязательно рассказывайте какие-то тематические исследования или же с чем вам лично пришлось столкнуться. А также отзывы ваших клиентов также могут быть хорошим примером. Не забывайте оставлять свои комментарии и вопросы, а также делиться нашими аудиоподкастами, видео на ютубе. Также подписывайтесь на нашу группу в телеграм-канале, там мы обсуждаем очень много всяких интересных вопросов и вы можете задать как бы свой. Вам я желаю отличного дня, успешных продаж и хорошего введения социальных сетей. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok